Добрый день, ребята! На прошлом уроке мы с вами разобрали задачи на применение теоремы синусов. Сегодня на уроке мы с вами должны разобрать задачи на применение теоремы косинусов в жизненных ситуациях. Давайте повторим. Сформулируйте теорему косинусов. Квадрат стороны треугольника равен сумме квадратов двух других сторон без удвоенного произведения этих сторон на косинус угла между ними. Ответьте на вопросы. Да или нет. Проверьте себя. Задачи на применение теоремы косинусов, так же как и теоремы синусов, имеют практическое применение еще с древних времен в геодезии и астрономии. В наше время существует огромное количество приборов космической и морской геодезии, позволяющих измерить расстояние и углы. Такие как астролябия, дальномер, световой, электромагнитный, радиоволновой или лазерный, оптические, цифровые и лазерные нивелиры, теодолит. Подробнее о каждом приборе вы можете узнать в различных интернет-источниках. Самым древних из приборов является астролябия. Чаще ее используют в астрономии для определения углов и координат невестных тел. Об этом инструменте написано немало книг и статей. Для постройки нового микрорайона строительной организации необходимо снести ветхое жилье. Измерить данную территорию не представляется возможным из-за построек. Бригада геодезистов установила теодолит в некоторой точке. Измерила угол и соответствующее расстояние до объектов с помощью лазерного дальномера. Смотрите картинку. Определите длину участка для постройки нового жилого фонда. Результат определите до сотых и переведите в метры. Для решения прикладных задач мы используем следующий алгоритм. Выполнить рисунок, построить математическую модель или чертеж, решить геометрическую задачу. Для данной задачи рисунок уже выполнен. Значит, нам необходимо построить математическую модель и решить геометрическую задачу. Для решения задачи используем следующие дескрипторы. Строит чертеж, применяет теорему косинусов, переводит километры в метры, находит длину участка. Попробуйте решить задачу самостоятельно. Проверьте себя. Длина участка для застройки 2520 метров. Решим задачу номер 2. На карте, масштаб которой 1 к 10 миллионам, расстояние между городами П и К – 3 корни из 2 см. А расстояние между городами П и Б – 2 корни из 22 см. Найдите расстояние между городами К и Б по прямой в километрах, если угол ПКБ равен 45 градусам. Для решения данной задачи используем алгоритм решения прикладных задач. Рисунок задан по условию. Нам необходимо построить математическую модель, чертеж задачи и решить эту задачу. Для решения используем дескрипторы. Строит чертеж, составляет уравнение, используя теорему косинусов, решает квадратное уравнение, находит расстояние отрезка на карте, составляет пропорцию, используя определение масштаба, находит расстояние между городами К и Б в километрах. Попробуйте решить задачу самостоятельно. Проверьте себя. Длина отрезка КБ на местности – 1000 км. Значит, расстояние между городами К и Б – 1000 км. Итак, сегодня мы научились применять теорему косинусов для решения прикладных задач. Предлагаю выполнить задание по ссылке на сайте Belimland. Спасибо за урок. До свидания.